В Славянском районе подведены итоги муниципального этапа фестиваля «Пою моё Отечество». В нем приняло участие более 60 конкурсантов. Артисты соревновались в двух возрастных категориях и в четырех номинациях. Соло, вокальный коллектив, песня «Спутница солдата», бардовская песня. Главное требование, которое было поставлено перед участниками конкурса – песня должна быть обязательно на военно-патриотическую тематику. С подробностями мои коллеги. Песня в мирное время укрепляет дух и поднимает настроение, а военное прибавляет сил. Такие мероприятия способствуют воспитанию в молодежной среде патриотизма, преданности российскому государству, малой родине Кубани и сохранению культурно-исторических традиций России. Студентка электротехнологического техникума Екатерина Пономаренко на фестиваль патриотической песни пришла как зритель. Девушка признается, что она старается не пропускать ни одного такого конкурса. В военных песнях отражается часть того времени, говорит Екатерина. А для молодого поколения очень важно их слушать и знать. «Которые сейчас есть, существуют, которые сейчас поют, это все показывает образ, то, что они чувствовали, всю свою боль, то, что они видели своими глазами, они все это передают». А вот Дарья Шевцова в этом конкурсе выступает не как зритель, а участник. В финале фестиваля «Пою моё Отечество» она решила исполнить песню «О закаты алые». Её она выбрала не случайно. Дарья очень тронула история героев этой песни. Героиней моей песни является девушка, которая проводила парня на войну. И за четыре дня они мечтали о чём-то светлом, о чём-то высоком, о чём-то, что объединяло их сердца и души. Их планы нарушила война. И таких пар было очень-очень много. И это как просто в паре олицетворение всей судьбы человечества, когда были какие-то планы, были какие-то мечты на что-то высокое, светлое. И война нарушила всё это. И людям пришлось справляться с новообразовавшимися проблемами. Конкурс проходил в течение всего месяца в несколько этапов, по результатам которых в финал попали лучшие. Выступление артистов оценивало профессиональное жюри, в составе которого были представители управления по делам молодёжи, а также известные в нашем районе вокалисты. По их мнению, лучшими в номинации соло стала Дарья Шевцова, Дарья Мищенко и Рашид Халилов. В номинации «Вокальный коллектив» первое место заняла группа «Дружба» и «Империя». Лидерами номинации «Бардовской песни» стала группа «Витязь». Победители будут представлять Славянский район в зональном этапе краевого конкурса, который будет проходить в апреле в Славянске-на-Кубане. Также в этот день наградили победителей викторины, посвящённой 70-летию снятия блокады Ленинграда. Ими стали студенты сельскохозяйственного техникума. Это уже не первая победа ребят, и они не собираются останавливаться на достигнутом. Получили мы кубок за первое место. Это наш не первый кубок. В прошлом году была проведена такая же викторина, но посвящённая Сталинградской битве. И там тоже мы заняли первое место. В общем, не первый раз. Стараемся, учим, знаем историю нашей страны, потому что знать историю страны нужно. Чтобы не повторилось то, что уже случилось, нельзя забывать те страшные дни, тот ужас, что перетерпела наша страна. Тина Копачевская, Михаил Варгулёв, программа События.